Здравствуйте! В эфире тема дня, гость программы Валерий Знамировский, главный ветеринарный врач клиники Евровед. Здравствуйте, Валерий Евгеньевич! Добрый вечер! Летом, к сожалению, животных и домашних, и дворовых в Одессе покосила чумка, так называемая. Пошла ли заболеваемость на убыль? Значительно меньше болеют животных, но тем не менее есть случаи, поэтому хозяевам надо обращать внимание на состояние животных. Ну и, конечно, в первую очередь это привито или нет. Потому что болели в основном в 90% случаев это животные, которые по каким-то причинам хозяева не привили. Ну и на сегодняшний день, к сожалению, болеют еще те животные, которые не долечили по каким-то причинам хозяева. Потому что выявить это заболевание легко. То есть, если хозяин смотрит за своим животным, он видит, что вот животное бегает, двигается, а сегодня почему-то не хочет двигаться, нос горячий. Бывают иногда проблемы в каком плане? Что животному тяжело встать, тяжело дышит, иногда бывает понос, рвота, поэтому если есть такие симптомы, конечно, нужно обращаться к ветеринарному врачу. Ну и очень важно, как я уже сказал, это прививки, потому что без них избавиться от этой болезни нельзя. Если животное переболело, здесь нужно определенное время подождать, потому что животному сразу нельзя делать вакцину, ни в коем случае. – Андрей Евгеньевич, переболело чумкой или вообще любым заболеванием, которое было выявлено? – Ну вот в данном случае мы говорим о чуме плотоядных, к сожалению, в этом году такая картина, как в этом году, была 22 года назад, к сожалению. – Это закономерность, это волна или ветеринары не предполагали, что можно сказать? – Мне сложно сказать, потому что статистику, к сожалению, мало кто ведет у нас. – Тогда была причина какая, очень много животных не было привито в связи с тем, что вакцины были очень дорогие и недоступные. На сегодняшний день возможно, что люди расслабились. Ну зачем прививать, если… – Так долго не было? – Да, не было, то есть все нормально, бегает. А мое животное, допустим, ему там уже 8-10 лет, зачем его вообще прививать? Прививать надо в том числе и тех животных, которым за 8 лет. Потому что если по каким-то причинам оно заболело другой болезнью или какая-то травма, иммунитет снижается и, соответственно, животное может заболеть. – Валерий Евгеньевич, а вообще как часто надо прививать животных, вот в частности от чумки? Делается один раз вакцина вводится или есть какая-то цикличность? – Ну первый раз вводят, начиная с 6 недель, есть так называемая вакцина, это щенячка. Затем 8 недель и, 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 пошли дальше. То есть обычно 2-3 кратно животное прививает, но каждый год нужно прививать животных от чумы, энтерита, гепатита, аденовирозы и бешенства. То есть это то, что мы рекомендуем. Если на данной территории есть, скажем так, заболевания, связанные с лептоспирозом, безусловно, нужно и лептоспироз. То есть не проблема сегодня вакцины. Приходишь в ветеринарную клинику и говоришь, я хочу привить свое животное. Вам доктор подробно объяснит, какие есть вакцины, с какого возраста, какая их вирулентность, то есть насколько они легко переносятся с животными, насколько хороший иммунитет. То есть сегодня единственное, что это желание хозяев. – Леонид Евгеньевич, если мы вернемся к чумке, делают прививку. Какие последствия, есть ли они серьезные ли они, как их можно избежать? – Ну, во-первых, вакцина, как правило, не дает осложнений. Если животное привило, оно иногда бывает просто вялым. Каждый год нужно прививать животное, каждый год и до глубокой старости. Если, допустим, вы пришли и вам сказали, что ваши животные по каким-то причинам нельзя привить, это не говорит о том, что надо отложить долгий ящик и просто не приходить. – А по каким причинам нельзя прививать животное? – Ну, если животное, допустим, заболело, его нельзя, только клинически здоровых животных. Но перед этим щенков обязательно обрабатывают от гельминтов, в народе говорят от глистов. И тогда, конечно, через 5-6 дней приходят и дальше уже вакцинируют. Вакцинируют собак двухкратно с интервалом 2-3 недели, обязательно. То есть однократно оно не даст тот иммунитет, который мы ожидаем. – И при этом делаются какие-то анализы, чтобы определить, животное здорово, готово к прививке или только осмотр? – Ну, когда люди говорят, вот мы пришли в ветеринарную клинику, нам сделали вакцину и взяли столько денег, они, видимо, не понимают, что перед вакцинацией врач обязательно обследует животного, то есть проводит клинический осмотр. Только так можно определить, насколько животное здоровое. Потому что взять просто вакцину и уколоть, как сегодня многие делают, купив где-то в интернете, где-то еще, пришли, укололи. – Вот, кстати, где брать вакцину? – Ну, вакцину я рекомендую все-таки не то, чтобы брать, а приходить в ветеринарные клиники, потому что те, кто имеет лицензию, они заключают договора с фирмами-дистрибьюторами, которые привозят вакцину. Там определенный температур транспортировки, хранение – это одна из составляющих частей непосредственно хранения вакцины. – То есть если вакцина хранилась неправильно, она может навредить животному? – Она может и навредить, и просто не сработать. Вот и все. То есть вы укололи с расчета, что вы предполагаете, что она должна выработать иммунитет, а укололи просто обычную водичку, вот и все. – Вы сказали, что нужно раз в год вакцинировать обязательно животное. Назвали пакет самых главных возбудителей опасных. Если сделана была вакцина, скажем, в прошлом году, в сентябре, то в этом году когда надо вакцинировать животное? – Ну, желательно, скажем так, за месяц до того, как в прошлый раз было сделано. То есть лучше в декабре, обязательно. – Валерий Евгеньевич, не стоит на месте ветеринария, очень много новых методов появляется. Как о них узнавать, и в том числе, например, методы профилактики и лечения чумки в частности? – Во-первых, надо все время, чтобы хозяева обращались в ветеринарные клиники для того, чтобы делали вакцинацию, то есть для профилактики. Это самый основной метод. Если что-то другое, какие-то возникнут другие проблемы с животными, конечно, ветеринария не стоит на месте. Вот я только приехал с Конгресса, где очень много информации получили мы ветеринарные врачи, потому что Конгресс был в Киеве три дня. Причем два дня – это бесплатные лекции для всех желающих, в том числе и для студентов. И один день – это были мастер-классы, которые как раз были для того, чтобы люди, которые хотят лучше знать ту или иную область, хирургию, терапию, онкологию, они, конечно, оставались, платили деньги и получали новую информацию. Поэтому, если у животного какие-то проблемы, их всегда много возникает с возрастом, лучше подойти, спросить, узнать. Потому что ветеринария не стоит на месте, она двигается, она динамично развивается, поэтому, если нужно, конечно, ветеринарный врач постарается оказать ту услугу, которая на сегодняшний день является самой оптимальной. Вы изучали в Киеве новшества, сугубо, скажем так, ветеринарные, но есть еще новшества, которые связаны с бюрократией, вывоз животного, скажем, в другой город или за границу. Мы знаем, что меняются часто правила. Вот какие на сегодняшний день требования для того, чтобы увезти собаку или кошку за границу, например? Ну, есть целый ряд стран, особенно европейские, где очень жесткие требования, причем, если нужно вывести, животное должно, во-первых, быть вакцинировано от бешенства. Раз. У него должен быть официальный документ, причем это должно быть сделано в лечебнице, то есть выписывается паспорт, ставить печать. Через месяц нужно взять кров, то есть в ветеринарной лечебнице берут кров, отсылает в Киев, потому что там только одна по всей Украине сертифицированная лаборатория. Через две недели получает ответ, и на основании ответа уже оформляет документы на выезд, оформляет государственная ветеринарная служба. Она находится как раз у нас на 7-й Пересепской. И только после этого уже владелец может вывезти свое животное за границу. Это в дальние зарубежья, в ближнем зарубежье на сегодняшний день действуют старые законы, так скажем, еще савдебовские. То есть приезжает на 7-ю Пересепскую с животным, они осматривают и выписывают форму номер один, которая предполагает вывоз животного в Белоруссию, в Россию, в Казахстан. То есть такие правила. Надо учитывать, что если вы в прошлом году выезжали, допустим, в Евросоюз, обязательно нужно связаться с государственным учреждением для того, чтобы уточнить правила вывоза, потому что очень часто меняют. Каждый месяц какие-то вводят новое вшество. Поэтому надо учесть, вы приедете в аэропорт, вас могут выпустить с Украины, а не впустить в другую страну. Далее Евгеньевич, а какой период времени следует готовиться к этому процессу перед выездом? Я думаю, за месяца три. За месяца три узнать, какие есть правила, для того, чтобы потом, в самый последний момент, не оказалось так, что вы просто не успеваете провакцинировать животное, не успевает выработаться антитела, не успевает провести исследование, потому что время вас поджимает. То есть это нужно заблаговременно. Но я рекомендую всем, чтобы не узнавать каждый год. Каждый год нужно делать прививки от бешенства. И тогда в любой момент, если понадобится, всегда можно взять кровь, отослать в лабораторию и получить результат. Сергей Евгеньевич, возвращаясь снова к чумке, вы только что сказали о том, что должен выработаться иммунитет. Уже сейчас, если вдруг животное не привито, или вот этот период времени, год прошел, сейчас стоит волноваться? Следующая волна будет роста заболеваемости? Сейчас надо срочно прививать животных или нет? Ну, во-первых, первая волна прошла. И я думаю, что это заболевание, оно продлится и месяц, и два, и, возможно, год, и полтора. Потому что вирус этого заболевания, он где-то минимум полгода, скажем так, находится в активном состоянии. Поэтому надо прежде всего подумать, где вы гуляете, где вы ходите, какие животные с вами контактируют, с вашим питомцем. То есть это надо учесть. Но это ведь, наверное, нельзя проконтролировать. Нельзя полностью, на 100% предупредить. Поэтому лучше всего, если животное было в прошлом году привито, прийти привить. Если нет, подойти. Сначала ветеринарный врач осмотрит животное, потом будет рекомендовать то ли прививать вакциной, то ли сывороткой, потому что там есть в этом непосредственно участки, тоже есть больные животные. То есть это надо подойти по месту жительства желательно. Если животное заболело, как ему можно помочь? Ну, чем раньше вы обратитесь в ветеринарную клинику, тем больше шансов у животного выжить, к сожалению. Длительное лечение. Вот в этом году животные болеют, и, к сожалению, приходится ни день, ни два, как раньше мы лечили, и три, и пять, и десять дней лечить животное. К сожалению, очень и очень агрессивно. То есть болезнь мутировала по сравнению с прошлой волной? Я думаю, что да. И больше того, с моей точки зрения, зачастую хозяева просто не обращают внимания на начало болезни. Пропускают это время, да? Да, вот первых два дня очень играет большую роль. Если пропустили первых два дня, сами лечат. Это как раздает о том, что вирус попадает уже не просто в организм, и распространяется там кишечник легкий, он попадает в нервную систему. Это всегда сложно и тяжело вылечить это животное. Защищает ли на 100% вакцина? К сожалению, нет. То есть некоторые животные могут заболеть, но они переносят в легкой форме. То есть это не говорит о том, что не надо прививать. Но это протекает значительно легче, и буквально день-два проблем нет. Течение болезни у кошек и собак одинаково или не чем-то отличается? Чтобы заметить эти первые как раз, первые два дня. Ну вот эта чумка, которая, это сугубо собачья. То есть она на кошек не передается, на людей не передается. Поэтому здесь не надо бояться. Единственное, что когда животное болеет, у него идет выделение сноса. Конечно, это говорит о том, что животное должно находиться где-то отдельно. Желательно, чтобы дети не подходили, потому что животное чихает, оттуда вылетает. Все, что можно вылететь из стафилококки, из стриптококки. Да, то есть другие какие-то микробы. Поэтому желательно отдельно. Если вы обрабатываете помещение, учитывайте, что дети могут ходить, бегать, трогать, потом облизывать руки. То есть надо учесть вот эти факторы. А зачем обрабатывать помещение? Ну, во-первых, то, что животное болеет, наславится другая микрофлора. То есть заболевание вызывает вирус, но наславится другая микрофлора, которую мы уже лечим антибиотиками. Поэтому она, как правило, попадает во внешнюю среду. Плюс нужно уничтожить тот же вирус в квартире. Ну и, соответственно, приводит обработку данного жилья. Поэтому надо учесть, что если есть дети, либо старики, либо самим, обязательно надо мыть руки, обязательно, скажем так, сначала пылесосом, убрать механический там шерсть, потом дезинфицирующими средствами. Потому что это очень играет большую роль. Верю Георгиевич, а как часто тогда надо обрабатывать помещение? Когда животное больное, конечно, один раз в день обязательно. Верю Георгиевич, и еще часто проблема у животных в последнее время – это закисание глаз, образование слизи. И чем обрабатывать, паниковать, бежать сразу к ветеринару или самостоятельно пытаться дома справиться с этой проблемой? Ну, лучше подойти, пусть посмотрит доктор, потому что там могут быть очень много причин. Поэтому, если посмотрит доктор, назначит лечение, объяснить, как правильно убирать эти корочки, как правильно закапывать глаза, какой курс лечения, я думаю, дальше хозяева с этим справятся сами. Но без консультации ветеринарного врача лучше это не делать. И вы упомянули как раз борьбу с гельминтами. Как ее лучше проводить? Делать ли всей семьей этот процесс, чтобы, в общем-то, всех обезопасить людей и животных? Или можно только животными заняться? Ну, если взрослые животные, то это делают раз в три месяца. Ну, и для того, чтобы мы себя морально чувствовали спокойно, тихо, купить в аптеке и произвести дегельминтизацию семьи. Потому что мы не только общаемся с нашим животным, мы ходим на улицы. Мы в разных общественных местах бываем, поэтому мы должны получить в награду, к сожалению, часть каких-то гельминтов. Поэтому, если мы обработаем себя, это будет как раз один из факторов, что мы морально будем себя спокойно чувствовать. И давайте в заключение напомним о ВДСИТОМ, как предостеречь отчунки сегодня домашних животных. Вакцинируйте, и все будет нормально. Спасибо вам за беседу большая. Спасибо. А я напомню, в гостях был Валерий Знамировский, главный ветеринарный врач ветклиники Евровед.